Выступление девочек-чирлидеров – символ начала спортивных состязаний. Сегодня в Анапе стартовал турнир Кубок Кавказа по одному из экзотических видов боевых искусств тайскому боксу. Муай-тай называют боем восьми конечностей. В поединке спортсмены используют кулаки, стопы, локти, колени, а также голени. Обязательный атрибут тайского боксера – экипировка, состоящая из семи элементов, наличие которых судья традиционно проверяет перед выходом на ринг. Марк преодолел более 4000 километров, чтобы принять участие в турнире. В первом бою на Кубке Кавказа ему противостоял спортсмен из Республики Дагестан. По окончанию первого раунда Марк уступал своему оппоненту, и тренер решил поменять тактику. Последние два раунда Марк, за плечами которого 9 лет занятий тайским боксом, провел успешно. Благодаря точным ударам сибиряк набрал ощутимое количество очков. Именно поэтому судьи отдали победу бойцу в красном шлеме. Кубок Кавказа продлится четыре дня. За это время на ринг выйдут более 600 спортсменов от 10 до 40 лет. Для нас это очень положительно, что именно в город Анапу приехало такое количество спортсменов. Поэтому надеемся, что все пройдет на высшем уровне и отработаем достойно. Победители и призеры Кубка Кавказа получат путевку на первенство и чемпионат страны. А лучшие спортсмены турнира попадут в основной состав сборной России по тайскому боксу. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа-регион.